Продолжение следует... Продолжение следует... Преподобный Симеон Новый Богослов и свидетель Григорий Палома. Продолжение следует... И часто обращалось по вопросам катафатики, апофатики, к трудам преподобного Дионисия, которого он считал своим авторитетным учителем. Прежде всего, я бы сказал так, представлен понятийный аспект двух богословских направлений. Однако, как мне представляется, не это является самым главным, не это определяет оригинальность подхода преподобного Максима катафатике и апофатике и их соответствующего толкования. К тому же, понятийный аппарат в творениях исповедника присутствует не в целостной и не всесторонне разработанной системе, в отдельных фрагментах, как об этом говорит ныне сегодня упоминаемый Епифанович. С одной стороны, ученые констатируют отсутствие у преподобного Максима богословской системы, а с другой стороны, наличие гораздо более значимой составляющей, а именно, цитирую Епифановича, органической ценности мировоззрения, которая как раз позволяет христианскому подвижнику и исповеднику предстать перед читателем, как пишет Епифанович, во всем своем величии. Цельность мировоззрения преподобного Максима естественно не определяется только его интеллектуализм или некоторой философской направленности его мысли и не замыкается в их рамках. В своих творениях святой исповедник предстает прежде всего как писатель аскет. Поэтому преподобный Максим любой путь богословия, будь то катафатический или апофатический, ставит в прямую зависимость от духовного состояния человека, использующего в богопознании какой-либо из этих путей. Такая зависимость существует уже на самых ранних и наиболее простых стадиях катафатики, когда бог опознается из окружающего мира. Поскольку на этих стадиях, как говорит Псалом 18, небеса проповедуют славу Божию и о делах рук его вещает верт, то, казалось бы, никакого влияния на богопознание, духовное состояние человек оказать не может. То есть это как бы самоочевидно, небеса сами проповедуют это. Однако преподобный Максим мыслит иначе. Он утверждает, что мы, как люди грешные, заболевая грехом, одновременно, здесь я цитирую преподобного Максима, одновременно заболеваем неведением божественного. Такое неведение как бы сужает для грешника объективно существующие рамки катафатики и в крайних случаях даже исключает всякую возможность воспользоваться предлагаемым богословиным, в данном случае катафатическим путем, но и апофатическим тоже. И вот неведение божественного, как он выражается, может настолько ослеплять грешников, что последний оказывается не в состоянии узреть следы Божьи даже в окружающей природе и последовать призыву апостола Павла искать Бога катафатическим путем, поскольку он находится недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Деяние 17 глава. Болезнь грешникова, находящаяся в состоянии неведения божественного, со стороны преподобного Максима, надо сказать, подвергается довольно строгому порицанию. Он пишет, осуждены те, которые не научились постигать из созерцания сущих причину их и природные свойства этой причины, то есть силы и божество. Ибо тварь взывает своими делами и как бы возвещает тем, кто обладает духовным слухом собственную причину троечно воспеваемой, то есть Бога и Отца, и неизреченную его силу и божество, то есть единородное Слово и Духа Святого. Это и есть невидимое Бога, мысленно созерцаемое от создания мира. Неведение божественного, не позволяющее грешнику взойти на начальную ступень катафатики, преподобный Максим определяет как отсутствие духовного слуха. Он, по-видимому, имеет здесь в виду вот этот громкий глаз, который раздается, который проповедует славу Божию, и дела, которые громко упьют о Боге. Преподобный Максим прослеживает влияние духовного состояния на способность постигать Бога катафатически или апофатически, не только на уровне отдельной личности, но и целого народа. Его интересует прежде всего народ израильский, причем в тот период, когда Богопочтание ограничивалось тьмой и сенью смертной, в столовом 106, в которых этот народ пребывал до пришествия Мессии. Анализируя это духовное состояние, Максим Исповедник вводит в свою богословскую систему очень важное направление, которое, условно, можно назвать логостным богословием, поскольку оно зиждется на логосе всех вещей, так как своим основанием имеет богослово. Логостное богословие помогает преподобному Максиму не только описать обе божественные системы, но и проследить связь, какая существует между ними, с одной стороны, и богопознанием, с другой стороны. Хотя это направление получает у преподобного Максима широкое развитие в контексте богооплощения, Святой Отец пытается осмыслить его и в период, предшествовавший пришествию Мессии. Бог Слово, пишет он, все премудро, устрояющие ради спасения людей, первоначально воспитывал природу человеческую через закон, содержащий преимущественно телесное служение, ибо она не могла принять истину без образных покровов вследствие появившегося у ней, и вот здесь я подчеркиваю, появившегося у ней неведения и отчуждения от первого образа божественных вещей. Ветхозаветную воспитательную миссию Бог Слово по Максиму выполнял во время своего предварительного богоявления, имевшего место в Ветхом Завете еще до воплощения. Это богоявление преподобные называют образным, теневым и сокровенным в законе. Неведение и отчуждение от первого образа редуцировало катафатику до символов, через которые ветхозаветный человек с большим трудом мог приближаться к логосам всех вещей. К тому же эти символы в основном носили чувственный характер. А вот что касается Максима Исповедника, то он чувствительному восприятию придавал очень малое значение, практически никакого. Оно было для него лишь переходной ступени к восприятию умственному и духовному. Вот он пишет, цитирует, «Тот, кто не чувством зрит всякое телесное являемое служение закона, но созерцаниями ума рассматривает каждый из видимых символов, тот узнает богосовершенный смысл, скрытый в отдельном символе, и найдет Бога в этом смысле». Прикасаясь умной силы к нему, как бы находящимся в грязи материи законнических предписаний, он найдет сокрытый во плоти закона драгоценный смысл, совершенно ускользающий от чувства. Однако обусловленность катафатики ветхозаветными символами, тенями закона Моисея не была абсолютной. Даже в те времена находились люди, которые умели преодолевать себе неведение и отчуждение от первого образа. В средине их в отцово церкви на первый план часто вступает пророк Моисей, а у Максима Исповедника другой пример. Он приводит и другое имя, патриарха Авраама. Богоявление ветхозаветному пророку имеет для Максима Исповедника исключительное значение. Чтобы оно состоялось, должны быть по Максиму обеспечены следующие условия. Во-первых, Аврааму было необходимо изменить духовную ориентацию в своей личности, в результате чего он смог бы в процессе бухгалпознания взирать не на греховную волю, из-за которой человек оказался, как отмечает преподобный Максим, цитирую, разделённым на многие части относительно единой природы, а взирал бы на логос естества, всегда неизменные, вместе с которым непременно обнаруживается Бог, и через который Бог проявляется как благой. Можно здесь предположить или догадаться, что имеет в виду, какой путь Максим имеет в виду и здесь, в этом случае. Вообще известно, что для него, отдавшего все свои силы на борьбу с монофилистом, воля человеческая всегда находилась в центре внимания. Своё богословие воли он использует и в данном случае. Сопоставляя человеческую волю и природу, распавшиеся в результате грехопадения, он предлагает путь их объединения, являющийся по существу путём исцеления греховной воли, а вместе с тем и исцелением всего человека. Необходимо ему, пишет преподобный Максим, сочетать волю и природу и показать, что в обоих существует один и тот же миролюбивый и несклонный к мятежу логос, движение которого никогда не направлено к чему-либо иному, помимо Бога. Миролюбивый логос для Максима становится основным ориентиром, так как только он открывает перед человеком любой из богословских путей богопознания и ведёт к подлинному постижению Бога. Для преподобного Максима ни Катафатика, ни Апофатика не являются интеллектуальными путями богопознания, которые вели бы к соединению с Богом таким вот, скажем, дискурсивным путём. Даже на первой стадии, когда опознаются дела Божии, и их первооснова ум должен, он пишет, выйти из сферы чувственности, высвободиться из условностей внешнего эмпирического познания и взойти к созерцанию, к естественному созерцанию, то есть физики феория. То есть, как бы, как вот сейчас Георгий Флоровский объясняет, к созерцанию естества или природы в его последних божественных определениях и основаниях. К созерцанию преподобного Максима есть именно это искание божественных логосов бытия, созерцание слова в творении, как зажитителей и творца. Это возможно только через подвиг, то есть, через духовное делание, а не путём какого-то спекулятивного мышления. Увидеть всё в слове и прозреть всюду свет слова, пишет тот же отец Георгий Флоровский, может только преображённый ум. Солнце правды просеивает в очищенном уме, и всё для него выглядит иначе. Созерцание – это ступень духовного становления, а не интеллектуально-богословского развития. Оно приводит к подвижнику к вратам, за которыми открывается, это слова Максима, открывается присущественный мрак троического бытия. Этот мрак, или, как выражается, допустим, преподобный Исаак Сирин, который комментирует сущность апофатического богословия, это неведение, это неведение, которое выше всякого ведения. И вот это неведение переживается, как отмечает преподобный Максим, только достойными, то есть только очищенными и святыми, как озарение трясьяным светом, как незабвенное ведение. Продолжение следует...